приветствую вас друзья на канале чуча тв сегодня у вас на обзоре продукции от компании криси это новый производитель в китае но на мой взгляд очень перспективный и сегодня мы с вами рассмотрим 3d принтер cs30 с областью печати 300 на 300 и на 400 стоимостью 239 долларов без доставки а с доставкой 270 а теперь друзья назовите хотя бы один принтер с такой огромнейшей областью печати и в такую низкую стоимость их просто не существует этот девайс приехал ко мне меньше чем за неделю с перевалочного пункта в украине где естественно нет никаких технологов инженеров с китая которые бы могли его идеально подготовить для моего обзора так что в каком он виде ко мне сейчас приехал в таком же виде он будет и поставляться и вам и данный обзор и разбор будет максимально объективный принтер защищен от ударов просто отлично есть такая вот одна подложка вторая подложка видим что у нас собран портал по оси z и по оси x есть комплектующие в отдельных упаковках давайте их рассмотрим подробнее здесь у нас полный набор инструментов есть кусачки шпатель даже отвертку положили набор всевозможных винтов мы видим они все подписаны это очень хорошо при этом огромное количество сопел и плюс два запасных фитинга честно говоря на мое удивление положили вот такой вот очень важный инструмент это специальная иголка для прочистки сопел далее идет стандартный набор это стяжки кабель для подключения к пк и коротенькая тефлоновая трубка при этом в комплекте есть длинная тефлоновая трубка под боден и тестовый пластик он правда не подписан но я предполагаю что это скорее всего пла стандартная флешка под sd карту на 4 гигабайта ну и конечно же тифки экран и 120 сантиметровый провод питания вот такой вот держатель бобины филамента полностью собранных оттен на базе mk8 ну и конечно же вот такая вот жиденькая инструкция на лист а4 но она друзья вам особо не понадобится потому что я вам покажу как правильно собрать этот принтер чтобы у вас не было никаких проблем чтобы механика работала идеально электроника работал идеально и печать естественно получалось стабильной и качественной собранном состоянии приходит нам портал по оси z и по оси x но мы все равно его перенастроим а вот и сама основа она также хорошенько упакована давайте ее достанем прямо завода установлена ультрабаза толщиной 4 миллиметра крепится канцелярскими скрепками это очень хорошо что она не приклеена к алюминиевой подложке размер ультрабазы 310 на 310 но рабочая область печати 300 на 300 на первый взгляд ультрабаза очень даже ровно но посмотрим как она себя поведет процессе нагрева а вот у стола есть небольшой прогиб в центре меньше десятки но процессе нагрева он может тоже немножко сама выровняться толщина алюминиевого стола 3 миллиметра с обратной стороны все контакты пропаяны заизолированы и даже друзья есть специальный фиксатор для кабеля посмотрите он здесь крепится толщина подложки всего лишь 5 миллиметров это мало хотелось бы сюда 10 миллиметров как минимум и чтобы она покрывала полностью всю область стола стол крепится на раме каретки стандартно четырьмя винтами при этом стоят у нас удобные барашки для регулировки высоты стола и очень понравилось что ребята сразу поставили усиленные пружины то есть нам менять их не нужно крепление мотора достаточно жесткая она не прогибается это очень важно с обратной стороны установлен стандартный натяжитель сама каретка сделана из алюминия есть специальные вырезы чтобы облегчить конструкцию и сделать ее максимально легкой при этом толщина этой пластины составляет 4 миллиметра давайте сниму каретку и покажу как она устроена для этого нам нужно ослабить натяжитель нашем же случае отвертка у нас плоско если нажать на этот фиксатор с этой стороны у нас крестообразная отвертка а с этой плоской вставляем и отпускаем при этом можем выставлять нужную высоту нашей отвертки кстати очень интересный инструмент откручиваем винты они у нас идут на т-образных гайках подвигаем вперед аккуратненько снимаем и вынимаем и аккуратненько снимаем саму каретку 420 грамм это вместе с шестью роликами open bills при этом весом алюминиевые пластины 810 грамм а теперь давайте взвесим наш стол вместе с кареткой с роликами с барашками пружиной самим нагреваемым столом и ультрабазой 2 килограмма 180 грамм и это на самом-то деле немало ведь достаточно большой вес дает именно сама ультрабаза при получении принтера вам не обязательно снимать эту каретку если она вдруг по каким-то причинам будет немножко шататься вам достаточно ее просто настроить с одной стороны под тремя роликами стоят круглые втулочки с другой же стороны шестигранные эксцентрики прокручивая комплектным ключом которые мы тем самым смещаем ролик и избавляемся от любых люфтов давайте проверим ролики open bills они стоят жестко не люфтят и это очень хорошо учитывая достаточно большой вес стала я бы вот эти заводские ролики пом заменю на более износостойкие такие как поликарбонат но в принципе и таких вот заводских решений хватит на долгое время по крайней мере на полгода точно при активной печати корпус с 30 у нас прямоугольной формы сделал методом гибки при этом профиль 20 на 40 находится по центру фиксируется с обоих сторон единственно что мне не особо понравилось что посередине корпус немножко прогибается но здесь очень главное чтобы именно вот эти вот боковые пластины которые крепят ось z хорошо удерживали ее и не было никаких люфтов но это мы уже определим когда будем ставить именно портал по оси z переворачиваем на другую сторону но здесь друзья вообще красота полностью открыт корпус и на самом-то деле я считаю это правильное решение вся проводочка аккуратненько сложена и спрятана блок питания находится по центру также мы видим здесь установлены резиновые ножки на высоте 13 миллиметров этого клиренса будет достаточно чтобы воздух циркулировался внутри и хорошо обдувалась система при этом на самой крышке есть еще дополнительные ушки которые не дают там пыли и какому-то мусору попадать именно вовнутрь где у нас расположена электроника по проводке вообще никаких вопросов нет все аккуратненько смотана уложена нигде ничего не торчит не выпирает блок питания но нейм 24 вольта на 360 ватт для такой области печати я бы поставил как минимум 450 ватт но и 306 ватт как показала практика тоже должно хватать на теперь интересный момент за обдув материнской платы отвечает турбинка 5015 а так как ребра драйверов расположены вдоль то потоку воздуха турбинки они не будут мешать и воздух будет проходить сквозь все четыре радиатора и выходить сюда тем самым сдувая горячий воздух конечно не стоит забывать что часть горячего воздуха с этого радиатора будет попадать на этот а с этого на этот а с этого на этот и возможно какой-то будет даже перегрев на последнем радиатор но учитывая друзья что этот вентилятор достаточно мощный а драйвера у нас 2208 и очень живучие и особо не боятся перегрев то в данном случае я могу сказать что это решение абсолютно оправдана сердце нашего принтера это материнская плата и здесь ребята из крисе поступили абсолютно верно они поставили всем известную плату мкс robin nano версии 1 и 2 а значит мы сюда смело можем без каких-либо проблем поставить прошивку marlin ну и конечно друзья не стоит забывать что установлены драйвера 2208 они достаточно тихие хотелось бы конечно сюда поставить 2209 и об этом я уже написал ребятам из крисе они обещали обдумать это предложение ведь можно будет тогда использовать такую функцию как leaner advance и избавиться от выпирания углов на моделях теперь немного по удобству эксплуатации сетевой кабель подключается сзади кнопка выключения тоже находится сзади а вот разъем под пк и sd карту находится спереди что мега удобно перед тем как вернуть назад карелку стола сперва подкрутите все винты берем шестигранник с обратной стороны ключик и хорошенько фиксируем и проверяем чтобы ролики open без скрутили свободно заводим в профиль 20 на 40 и кстати уже полностью исчез люфт и она даже ходит немножко туговато при этом помните что настройка вот таких вот больших кареток на 6 роликов отличается от кареток на 4 ролика здесь нам нужно немножко ослабить именно средний ролик то есть он должен легко и свободно на месте прокручиваться то же самое делаем и с остальными роликами здесь ослабили и здесь ослабили посмотрите как легко теперь движется каретка но при этом присутствует небольшой люфт то есть мы берем снова ключик и уже поджимаем эксцентрик при этом держа на месте саму каретку пытаемся прокрутить ролик вот сейчас уже получше также проверяем и следующий ролик здесь он тоже прокручивается очень легко поэтому его поджимаем каретка ходит достаточно свободно легко и при этом люфтов никаких нет и вот только после того как мы настроили крайние ролик open bios можно зафиксировать именно среднем и снова проверяем люфты по всем краям монолитно стоит очень хорошо при этом она ведь и свободно движется вот это и есть правильная настройка вот таких вот больших кареток по оси y прежде чем мы поставим ремень обязательно проверьте шестигранником зафиксирован ли ваш шкив на валу мотора чтобы были потом уверены что у вас с этим проблем нет одеваем и заводим на каретку заводим сюда ремень и устанавливаем на профиль так же фиксируем на самой каретке данный натяжитель мне очень понравился тем что его можно идеально выставить во первых здесь у нас установлено два винта с этой стороны крепежные и с этой на t-образный гайках если вы перекосите в эту сторону натяжитель то посмотрите наш ремень будет смещаться именно в эту сторону. Если перекосите в эту сторону, то он будет смещаться в другую сторону. То есть вот такой вот позиции мы и фиксируем. То есть при движении каретки ремень должен находиться максимально по центру нашего подшипника. Используем усиленные пружины и барашки и ставим стол на место. Когда вы ставите стол, старайтесь пружины сжимать до половины, а то и больше. Вот теперь полный порядок. Итак, уважаемые зрители, мы закончили сборку нижней части нашего принтера. Все сделано неплохо. Электроника мне понравилась. Проводочка все уложена аккуратненько. При этом корпус имеет хорошую жесткость за счет того, что используется толстый металл 1,5 мм. Да и в целом, даже если взять мелкие узлы, такие как натяжитель, крепление мотора, крепление осей и так далее, выполнены очень даже достойно. Но перед нами еще стоит очень важная задача поставить именно портал по оси Z и по оси X. Конечно, можно было бы эту всю сборку сразу поставить на принтер. И даже какое-то время принтер будет работать эффективно. Но если вы хотите, чтобы он работал стабильно и долго, то рекомендую всю эту сборку полностью пересобрать по моей инструкции. Потому что данная сборка хоть и собрана полностью, она приходит все равно отдельно от нижней части. А значит, есть шанс, что где-то какие-то ролики будут недожаты, может быть пережаты, где-то параллельность будет не соответствовать, где-то валы будут неправильно выставлены и так далее. И чтобы этого избежать, конечно же, лучше собрать все по новой. Честно говоря, я до последнего не верил, что данный принтер может стоить всего лишь 239 долларов. Потому что в такой сборке мы получаем еще и две оси Z. И, кстати, неплохо смонтированы. Берем крестовую отверточку и откручиваем винты, которые крепят мотор к профилю 20 на 40. Берем шестигранник и откручиваем нашу муфту. Мотор фиксируется специальным металлическим крепежом. То же самое делаем и со вторым мотором. Вынимаем два винта Т8. Теперь давайте посмотрим, насколько ровны эти винты. Первый винт, несмотря на его огромную длину, оказался достаточно ровным. Да и второй имеет превосходную геометрию. С помощью крестовой отвертки откручиваем Т-гайки. Вот такие вот две латунные втулки здесь используются. Но, как мы видим, они немножечко люфтят. Поэтому, зная, что меня ждет, наперед прикупил специальные нейлоновые втулочки, которые, в отличие от латунных, вообще не люфтят. Так что сразу при покупке принтера обязательно прикупите такие втулки. Перед тем, как поставить верхний портал, сперва давайте убедимся, что нет никаких люфтов. Удерживая на месте профиль 20 на 40, пытаемся прокрутить все ролики OpenBills. Они крутятся с небольшим натягом. Поэтому здесь люфтов никаких нет. Эта часть настроена неплохо. А вот с этой стороны прислушайтесь. Люфт есть. И все ролики крутятся очень легко. Поэтому берем наш ключик и подкручиваем эксцентрик. Тем самым поджимая внутренний ролик ближе к профилю. И убирая люфт. От всех люфтов мы избавились. Можно на место поставить нашу верхнюю часть. На нижней половине корпуса есть два боковых фиксатора с обоих сторон. Устанавливаем сюда профиль. Берем винты 5 на 20. Из-под низу фиксируем профиль и корпус винтами М5-10. На следующем этапе нам нужно выставить перпендикулярность. Учитывая, что поверхность корпуса у нас прямоугольная и она идеально прилегает к нашему профилю 20 на 40, можно посчитать, что она тоже максимально ровная. Поставляем уголок к профилю и проверяем отклонение. На этой стойке 20 на 40 отклонений нет. То же самое делаем со вторым профилем. Здесь отклонения у нас есть и существенные. Поэтому немножко откручиваем боковые винты, выставляем профиль и фиксируем. Если проверить работу нашего портала, то в принципе движется он неплохо. И можно было бы так и оставить. Но я считаю, что лучше сразу настроить правильно каждый узел этого механизма отдельно. Поэтому берем крестовую отвертку и откручиваем верхние винты. И аккуратно вынимаем портал. К сожалению, на такой вот сборке оси X снять отдельно каретки, не снимая весь портал, не получится. Так как здесь у нас установлены винты изнутри. И вот эти вот профиля 20 на 40 просто мешают их выкрутить. Конечно, можно использовать шестигранник, чтобы подлезть к нашему винту и открутить его. Но я решил просверлить отверстие. Мне так удобнее. Я вставляю сюда Витя ключик и без проблем откручиваю этот винт. То же самое делаем и со вторым винтом. И вот так вот отделяем каретку от профиля 20 на 20. Каретку оси X и каретку оси Z мы снимать не будем. Единственное, только проверьте, чтобы все гаечки были хорошенько поджаты. При этом ролики крутились свободно. Нигде не заедали. Заодно можно настроить работу каретки оси X. Но при этом обязательно отстегните ремни. Потому что ничего не должно мешать движению вашей каретки. Иначе вы не сможете ее точно настроить. На нижнем ролике OpenBios есть также эксцентрик, который мы можем его поджать. И вот так вот плавненько она теперь у нас движется. Люфтов никаких нет. Работает просто идеально. После этого возвращаем каретку на место. И вот посмотрите, насколько она туго ходит. Поэтому берем снова ключик и немножечко отпускаем эксцентрик. Совсем чуть-чуть. Проверяем ход работы каретки. Люфтов никаких нет. Отлично. При этом ролик берем пальцами и опускаем вместе с кареткой. Он не должен особо сильно прокручиваться. То есть натяжение здесь как раз в меру. Не забудьте вернуть на место каретку оси X. Теперь устанавливаем вторую каретку. Она тоже, видите, заедает. Это нужно исправить. Обязательно подкрутите также все винты и гаечки. И после этого ключиком прокручиваем эксцентрик. Тем самым ослабляем натяжение. Вот так вот плавно движется каретка. Геометрия роликов, а также геометрия самого профиля 20 на 40 можно сказать идеальны. Поэтому никаких закусываний, заеданий не происходит. Ну и натяжение мы поставили тоже верно. Теперь, используя заводской винт, прикручиваем профиль к нашей каретке. И здесь, друзья, очень важно зафиксировать очень хорошо этот винт. Потому что до второго винта мы достать не можем. Нам мешает профиль. Теперь снимаем полностью весь портал. И вторым винтом фиксируем каретку. Вот это и есть правильная сборка оси X и оси Z. Далее берем нашу перекладину 20 на 20. При этом закручиваем не до конца. Приподнимаем вверх портал. Тем самым выравниваем профиля. Они становятся максимально параллельны. И вот в этом положении только фиксируем полностью балку 20 на 20. Для проверки используем линейку. Замеряем сверху 320,2 где-то. И внизу тоже 320,2. Параллельно соблюдается. Поэтому наш портал легко свободно перемещается. На следующем этапе ставим моторы оси Z. Здесь установлены вот такие металлические крепежи. Они сделаны методом гибки. Попробуем сейчас их поставить. Если угол 90 будет выдерживаться, это будет очень хорошо. Берем наш длинный винт T8. Он у нас достаточно ровный. При этом муфтой фиксируем сам вал. После этого приподнимаем вверх каретку. И выставляем вал, чтобы он стал максимально по центру нашей каретки. И вот в этом положении фиксируем на профиле наш мотор. Чтобы настройки наши были максимально точны, снова приподнимаем каретку. Прокручиваем T8 винт. И видим, что у нас есть достаточно большое биение. Как я не пытался выставить эту заводскую муфту относительно вала мотора, к сожалению, у меня так и не получилось избавиться от таких вот биений. Потому что качество данных муфт очень низкое. Так что откручиваем муфту и снимаем. И меняем на более качественную. Приподнимаем на середину и проворачиваем. То есть муфта действительно сделана хорошо. А вот металлический крепеж имеет угол немного неверный. И в итоге мы получаем вот такой вот перекос T8 винта. Снимаем нашу ось. И с помощью плоскоупсов немножко отгибаем. Материал мягкий, податливый. Так что вы без труда сможете выставить угол так, как вам нужно. Винт у нас стоит максимально параллельно профилю 20 на 40. И не трется о каретку. Это очень хороший результат. Тоже самую процедуру проводим и с соседним винтом. Вот так у меня получилось выставить вторую ось Z. На следующем этапе фиксируем нейлоновые T-гайки на каретке оси Z. При этом T-гайка и сама каретка находятся должны внизу. И заводскими винтами прикручиваем. Напомню, что у нас здесь не стоит синхронизация между двумя винтами. То есть каждый винт работает отдельно. Но так как мы настроили ось Z хорошо, то прокручивая даже один винт, второй тоже самопроизвольно прокручивается. И это на самом-то деле хороший показатель. Говорит о том, что все сделали мы правильно. Конечно же сюда в идеале нужно поставить вот такой вот синхронизированный ремень. Чтобы одна ось повторяла движение второй. И даже когда будут отключаться моторы, чтобы у нас не избивался портал. Но это мы уже сделаем в следующей модернизации. На завершающем этапе нам нужно поставить вот такие вот центрирующие механизмы. Обратите внимание, как они устроены внутри. Здесь находится вот такая вот прорезиненная прокладка. Мягенькая. И внутри механизма вот так вот двигается. Хотя на самом-то деле это абсолютная ерунда. И честно говоря, я не понимаю, зачем ее сюда поставили. Потому что сюда нужно ставить вот такие вот фланцевые подшипники. 688Z. Далее закрываем крышкой. Видите, подшипник внутри у нас двигается только вперед и назад. Так как мы портал подняли в самый верх, наши винты полностью выровнялись. Стали максимально параллельными. Без отклонений. И в таком положении можем уже фиксировать центрирующие механизмы. Обязательно проверяем ход движения каретки. Чтобы не было никаких закусываний. При этом хочу отметить, что наши Т8 втулки ничем не смазаны. Они достаточно новые. Поэтому не до конца разработаны. И есть еще небольшой такой вот туговатый ход. Поэтому здесь желательно, конечно, использовать какую-нибудь силиконовую смазку. Для пластиковых деталей. Кстати, после смазки обратите внимание, как винты ходят. Даже без синхронизации. С настройкой оси Z и портала оси X мы полностью разобрались. Теперь можем смело подключить моторы. Так как наш принтер является достаточно бюджетным, компания Крисе решила не увеличивать стоимость за счет установки какого-то бюджетного директа. И поставила самое дешевое решение. МК-8 фидер плюс хот-энд МК-8. То есть на цену принтера вот эта вот сборочка особо не повлияла. И это очень хорошо. Но в то же время даже вот эта вот болтинг-система способна работать в стоке очень даже неплохо. В любом случае, такое вот бюджетное решение открывает нам возможности поставить более качественные фидеры. Такие как NF-Wind или NF-Sunrise. А может быть и вовсе какую-нибудь другую интересную сборочку. На базе нового хот-энд МК-8. Который по своей конструкции очень сильно напоминает всем известный Крэйзи плюс. Но все эти модернизации или доработки мы уже сделаем в следующем обзоре. А пока соберем и настроим стоковую систему. Вот так выглядит хот-энд, который ставится практически на все подобные драгостолы. Спереди вентилятор 40 на 10 для обдува радиатора хот-энда. Также идет специальная распределительная плата. За обдув детали отвечает турбинка 40 на 10. И она у нас здесь только одна. Хотя на самом-то деле я считаю сюда нужно добавить вторую. Есть специальные отверстия под установки второй такой турбинки. Но она стоит копейки и мы можем ее докупить и поставить. Давайте открутим хот-энд и посмотрим. Снимаем силиконовую защиту. И с шестигранника мы откручиваем поджимные винты. Согласно маркировке здесь стоит стандартный 40-ваттный нагреватель. С помощью ключика откручиваем сопло. И видим, что на торце есть пластик. Так же как и на торце самой тефлоновой трубки. Давайте ее достанем и посмотрим, что с ней. У нас есть тут некоторые проблемы. И даже внутри самой тефлоновой трубки пластик остался. Это говорит о том, что хот-энд был собран неверно. Мы вытащили тефлоновую трубку. Но здесь еще остались остатки пластика. Давайте их тоже попытаемся вытащить. Вот так вот вживую выглядит пробка. Это своеобразная прослойка толщиной 0,1-0,2 мм. Которая возникает из-за того, что тефлоновая трубка при сборке не идеально прилегает к нашему соплу. И между ними есть зазор. И вот в этот зазор наплавляется пластик. И появляется вот такая вот пробочка. Открутив два крепежных винта, мы вынимаем наш тефлоновый термобарьер. Если вы и дальше собрались использовать вот этот вот заводской стандартный МК-9 радиатор, то в данном случае лучше прикупить вот такие вот биметаллические цельнометаллические термобарьеры. С левой стороны у нас более дешевый биметалл, состоящий из трех частей. Две медных и одна нержавеющая. Кстати, толщина стенки здесь минимальная 0,15 мм. Что обеспечивает, можно сказать, идеальные условия печати. При этом разными пластиками. Но нужно помнить, что медь и нержавейка по коэффициенту расширения разнятся. И соответственно новичок такой вот биметаллический термобарьер может ненароком свернуть. Так что лучше взять более универсальный вариант. Титан-медь, у которого нет таких недостатков. При этом у нас резьба и трубочка полностью из титана. Хорошо запрессована. И новичок с этим барьером справится без труда. Да и собирать хотент на таком барьере одно удовольствие. Ведь здесь не нужно мучиться с тефлоновой трубкой. Ставим на место и просто фиксируем шестигранником. После этого закручиваем нагревательный блок, но не используем никаких фум-лент или герметиков. А с обратной стороны вкручиваем сопло МК-8. Но при нагреве алюминий будет расширяться больше, чем латунь. А значит это сопло еще немножечко прокрутится. Поэтому и нужен зазор между соплом и нагревательным блоком. Вот такой вот сборки хотент будет работать идеально. Его можно поставить на каретку оси Х. Крепление хотенда осуществляется на каретку с помощью трех винтов. Кстати фиксируется очень хорошо, жестко, монолитно. С хотендом мы разобрались, переходим к подающему механизму. Это прямой фидер без редукторной передачи. Поэтому здесь и установлен такой вот громоздкий моторчик. Но в то же время хорошо тянет. Самая большая проблема этих фидеров это внутренняя геометрия. Видите, она очень сильно урезана. Огромное расстояние между подающей шестеренкой и самим корпусом. То же самое касается и самого подшипника. Здесь тоже большое расстояние. Поэтому при печати гибкими пластиками, ТПУ, эластанами, флексами, при определенной нагрузке они просто начинают зажеваться в этих местах. Но сейчас вам покажу, как это просто и легко исправить. Вот такой вот стоковой системе. Для этого откручиваем фидер. И вот так выглядит сам подающий механизм. Теперь нам нужно здесь просверлить отверстие диаметром 4 мм. Для этого рекомендую взять именно вот такой вот бур. И высверливаем отверстие не больше чем на 4 мм. После этого отрезаем кусочек тефлоновой трубки. Наша задача вставить этот тефлон в соответствующее отверстие. И внутри его приклеить. Для этого я буду использовать обычный суперклей. Как ни странно, но он держит очень даже неплохо. Поэтому аккуратненько заливаем. После этого вставляем саму тефлоновую трубочку. И кстати, друзья, уже вытащить ее не получится. Очень хорошо схватилось. Буквально за 2 минуты я обрезал тефлон по геометрии шестеренок и подшипника. Никаких зазоров между подающей шестерней и подшипником совершенно нет. А значит можно смело печатать даже супер гибким ТПУ. Правда, конечно, придется поставить откаты побольше, ведь это болден система. Но в целом, благодаря вот такому лайфхаку, стоковый фидер превращается в универсальный. А это, поверьте, друзья, очень круто. Ставим на место фидер и прикручиваем. В комплекте с принтером шла еще тефлоновая трубка длиной 2 метра. Хотя на самом-то деле такой длины здесь не нужно. Используя удобный тефлонорез, отрезаем один край, вставляем в наш фитинг. При этом обязательно проверяем, чтобы хорошенько фитинг поджался и тефлоновая трубка не люфтила. Теперь отводим в крайнее положение голову и отрезаем под размер. Также проверяем, чтобы нигде ничего не люфтило. Потому что в болден системах люфт фитингов не допустим. Иначе откаты, которые будет производить ваш фидер, они не будут отрабатывать правильно. Далее подключаем TFT-экран MakerBase. Заводим шлейф контактами вниз. Винтами M510 крепим к корпусу и убираем защитную пленку. Также не забываем поставить ультрабазу. И скрепочками фиксируем по бокам. Не забудьте подключить моторы и остальную проводку. Они здесь все подписаны. Ну а также провод хот-энда. С помощью стяжек фиксируем проводку. В идеале хотелось бы вместо таких вот оплеток, чтобы стоял качественный кабель-канал. И вот мы собрали и качественно настроили механику принтера CS30 от компании Криси. Поэтому нажимаем сзади кнопку питания. Громкость работы принтера я бы оценил чуть выше среднего. Основной шум создает как раз вентилятор обдува хот-энда. А также турбинка, которая обдувает драйвера. Если же вы хотите сделать принтер чуть тише, то конечно же вам придется заменить оба вентилятора. Меню принтера здесь стандартное. Поэтому нет никакого смысла акцентировать внимание на каждую из закладок. При первом запуске нам нужно будет откалибровать стол. Поэтому заходим в нагрев и ставим температуру нагрева порядка 60 градусов. Потому что только на горячую можно качественно откалибровать стол. Так как размеры стола у нас огромные, прогрев до 100 градусов занимает более 10 минут. После нагрева нам нужно выйти в home. Поэтому нажимаем соответствующую иконку домой. Но прежде чем нажать эту кнопку, обязательно проверьте, чтобы сопло при перемещении вниз не оказалось ниже уровня стола, когда сработает концевик. Теперь калибровку стола можно сделать двумя способами. Отключить полностью все моторы и в ручном режиме перемещать каретку по области стола. А можно зайти в меню принтера, что очень удобно. И выбрать так называемые уровни. Кстати, в этой прошивке производитель добавил 5 точек координат, по которым мы можем перемещаться. Нажмем, например, первую. Он отбился по концевикам и выходит в первую точку. Так как мы будем тестировать пластиком пэтч, то зазор между столом и соплом калибровать желательно в 0.18. Устанавливаем между столом и соплом и подкручиваем барашек, пока лист не подожмется соплом и будет ходить с притиркой. Такой вот хорошей притиркой. После этого нажимаем вторую точку. И точно так же, подкручивая барашек, приподнимаем стол. И так делаем со всеми четырьмя точками. Ну и пятая точка находится у нас по центру. И, кстати, она ходит тоже с притиркой. Это очень хорошо. Это значит, что стол у нас максимально ровный. Одним из самых точных методов калибровки таких вот огромных столов, это использование механических часовых индикаторов. Делаем перемещение по оси Х. Посмотрите, насколько ровный стол. Отклонения минимальны. Перемещаемся по У. Здесь отклонения до восьми соток. Это, кстати, неплохо для такой области печати. Здесь тоже где-то в районе шести соток отклонения. И здесь также небольшое отклонение до восьми соток. Ну а в центре у нас вообще все по нулям. То есть нет никакой ямы, никакого прогиба. Стол максимально ровный. И это на самом-то деле очень удивительно. Стол принтера откалибровали, можно сказать, идеально. Поэтому заправляем филамент. Вставляем SD-карту. Выбираем печать. И калибровочный кубик. 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 И вот завершилась печать тестовых образцов. Давайте посмотрим подробнее. Перед вами кораблик Бенча в масштабе 80%. Из пластика ТПУ А-93 от компании Филаментарно. Чем меньше масштаб этого корабля, тем сложнее его печатать. Ведь здесь очень много нависающих. И как вы видели в видео, огромнейшее количество откатов. Еще одна очень интересная особенность этого пластика в том, что он практически прозрачный. Видите, видно все заполнение. Но к сожалению, также присутствуют и дефекты. В виде небольших капелек и вот таких вот тоненьких волосков. Они возникают как раз из-за того, что у нас установлена болдинг-система. В любом случае, результатом печати я остался доволен. А это вам всем известный калибровочный кубик XYZ. Хорошо видно заполнение в виде сетки. Очень гладенькая поверхность. Я считаю, что кубик получился, можно сказать, идеально. Как видите, он также прожимается. Достаточно мягкий. И самое главное, наш подающий фидер МК-8 с небольшой доработкой справился без труда. И нигде не зажевывал филамент. А это, поверьте, очень важно при печати такими ТПУ. Следующий кораблик Бенча был напечатан пластиком ПЭЧ. И в таком же масштабе 80%. Здесь вообще никаких претензий нет. Все нависающие и откаты отработали отлично. Геометрия в норме. Все отверстия и надписи. А это напечатанный калибровочный кубик с того же пластика ПЭЧ. При этом поверхность по оси Х получилась очень качественная. Ряби нет. Эхо тоже. А вот по оси Y ряб немножко присутствует. Здесь сказывается вес самого стола. Все-таки 2,2 кг это немало. Но в целом, ребята, можно сказать, что печать достойная. При этом геометрия у нас в норме. Это небольшой коммерческий заказ для друзей. Мы видим, что геометрия тоже получилась очень хорошо. Никаких отклонений нет. Детальки получились в допусках. А это уже печать практически на всю область стола пластиком ПЭЧ в режиме ВАЗа. Высоту слоя поставил 0,16 мм. Поэтому слои практически не видны. Принтер CS30 от компании Криси меня действительно удивил. Не только своей просто колоссально низкой ценой, но и в то же время качественной сборкой. Ведь здесь у нас с завода стоят ровные винты Т8. Сразу две оси Z. При этом притор имеет неплохой эстетический вид. Хорошо собран. Хорошо сбит. При этом стоит универсальная 32-битная плата Robin Nano. Которой мы уже все привыкли. Ее легко можно поставить на Marlin. Ну а также интересные решения в виде различных крепежей. И да, друзья. У этого принтера есть свои недостатки. О которых я сегодня рассказал. Но справедливости ради хочу отметить, что во всех подобных драгостолах присутствуют эти проблемы. Самое главное, что в этом принтере их значительно меньше. Для того, чтобы принтер работал эффективно, стабильно и долго, я рекомендую внести эти изменения. А именно при покупке этого девайса сразу же купить две нейлоновые втулочки, два фланцевых подшипника для фиксаторов, две качественно разрезные муфты и, конечно, для удобства, гладкий титановый или титан-медь термобарьер, с которым значительно меньше проблем при сборке хот-энда, чем с обычным заводским тефлоновым. И тогда даже в стоке, как мы видим, принтер будет печатать очень даже достойно. Я могу смело сказать, что на сегодняшний день альтернативы этому принтеру просто нет. Ведь за 239 долларов вы ничего не найдете подобного. Даже мой друг Алексей, который зарабатывает профессионально на 3D-печати, согласился с тем, что этот аппарат стоит своих денег. И даже купил три таких принтера, но более старшей модели. Крис Скайуокер. Они отличаются от этой более бюджетной модели тем, что здесь установлены вместо профиля 20х40 две рельсы МГН. Ну и к тому же вместо подающего фидера уже стоит с завода Dual Drive Extruder. Но мне, честно говоря, больше нравится мой CS30. Потому что он и прост в сборке, и комплектующие неплохие, ну и к тому же стоит просто ультрадешево. В следующем обзоре вас ждут разные модернизации. Например, установка Direct Extruder, синхронизация Т8 винтов, но также установка прошивки Marley. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным и интересным. Ссылочку на CS30, а также на Skywalkers скину под видео в описании. А с вами был Макс. До новых встреч. Пока-пока.